В числе волонтеров Алена Тимошенко не первый год, и поэтому ей уже несколько раз доводилось быть в рядах лобинских моберов. Поучаствовать в акции в поддержку онкобольных детей Алена согласилась без раздумий, ведь она студентка медицинского колледжа, и помогать больным скоро станет ее профессией. Я постоянно участвую в флешмобах. Это нужные и полезные мероприятия, которые проводятся, и сегодня особенно важны тем, что он помогает детям больным и ракам. Во всем крае прошли акции, приуроченные к этому дню. К сожалению, актуальность проблемы в мире с каждым годом растет. По данным статистики, ежегодно около 200 тысяч детей пополняют список онкобольных. Притом спасти удается только половину из них. В одном только Лобинском районе 21 ребенку поставлен страшный диагноз. Флешмоб у нас в городе посвятили закрытию благотворительной акции по сбору денежных средств для онкобольных детей. В течение недели волонтерский актив проводили благотворительную акцию с боксами по всему нашему городу, собирали денежные средства на наших двух лобинских ребят, которым нужна срочная операция. И сегодня в завершении этой акции мы проводим вот такой вот флешмоб, где мы этими красными шарами будем выражать, наверное, свою любовь и пожелание скорейшего выздоровления этим детям. Волонтеры с воздушными шарами привлекли внимание и случайных зрителей. Многие прохожие останавливались и узнавали, по какому поводу собралась молодежь. Я проходила мимо, увидела молодежь собравшуюся. Меня удивило, по какому поводу они собрались. Я подошла и узнала, что это проводится акция в поддержку детей больных раком. Международный день борьбы с раком у детей – это не день отчаяния, а день надежды. Поэтому лобинские волонтеры отпустили в небо несколько десятков воздушных шаров с улыбками на лицах и искренними пожеланиями больным детям выздоровления.